СУДИИ ГЛАВА ШЕСТНАЦАТАЯ Схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону, и положил их там. После этого полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей, уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его. Чтобы связать его и усмирить его. И мы дадим тебе за то каждой тысячу сто сикли серебра. И сказала Далида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей, если свяжут меня с семью сырыми тетевами, которые засушены, не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские семь сырых тетив, которые не засохли. И она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему, Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывает нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. И не узнана сила его. И сказала Далида Самсону, вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя? Он сказал ей, если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Далида взяв новые веревки и связала его. И сказала ему, Самсон, филистимляне идут на тебя. А между тем один скрытно сидел в спальне. И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону, все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей, если ты воткнешь семь коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида семь коз головы его и прикрепила их к колоде. И сказала ему, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И не узнана сила его. И сказала ему Далида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. Вот ты трижды обманул меня, не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божия очарева матери моей. Если же остришь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаю слаб и буду, как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельца Филипсимских, сказав им, идите, теперь он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы Филипсимские и принесли серебро в руках своих. И услышала, усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека и велела ему остричь семь кост головы его и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву догону Богу своему и повеселиться. И сказали, Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Так же и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, Бог наш предал в руки наши, врага нашего, и опустошителей земли нашей, который побил многих из нас. И когда развеселилось сердце их, сказали, Позовите Самсона из дома темничного, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и заушали его, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Отрок так и сделал. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу, и сказал, Господи Боже, вспомни меня, и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам, за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правой рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон, умри, душа моя, филистимлянами, и уперся всей силою, и обрушился дом на владельцев, и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, боли, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, похоронили его между Сорою и Эстаолом, во гробе Маноя отца его. Он был судьей Израиля двадцать лет. После Самсона восстал Емигар, сын Янана, и убил из иноплеменников шестьсот человек, кроме скота. И он спас Израиля. Судей, глава семнадцатая. Был некто на горе Ефремовы именем Миха. Он сказал матери своей, «Тысяча сто стиклей серебра, которые у тебя взяты, из-за которой ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала, «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей тысяча сто стиклей серебра, и сказала мать его, «Это серебро я от себя посвятила Господу для тебя, сына моего, чтобы сделать из него истукан, или ты кумир, и так отдаю оно я тебе». Но он возвратил серебро матери своей, мать его взяла две стикли серебра, и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан, или ты кумир, который находился в доме Михи. «И был у Михи дом Божий, и сделал он Ефвод и Терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, Левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. Идя дорогой, пришел на гору Ефремова к дому Михи и сказал ему Миха, «Откуда ты идешь?» Он сказал ему, «Я Левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха, «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по десяти стихлей серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему и согласился Левит остаться у него, у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил Левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха, «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что Левит у меня священником». Судей, глава 18. «В те дни не было царя в Израиле, и в те дни колено данного искало себе удела, где бы поселиться, потому что до то ли не выпало ему полного удела между коленами израилевыми. И послали сыны данного от племени своего пять человек, мужей сильных, из Соры и Эстаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им, «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого Левита и зашли туда и спрашивали его, «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Он сказал им, «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему, «Вопроси Бога, чтобы знать нам успешен ли будет путь наш, в который мы идем?» Священник сказал им, «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те пять мужей и пришли в Лоис и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаю Сиданян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От Сиданян они жили далеко и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились он и опять человек к братьям своим в Сору и Астаол и сказали им, «Братья их, с чем вы?» Они сказали, «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша, а вы задумались, немедлите пойти и взять в наследие ту землю. И когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна, Бог придает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли. И отправились оттуда из колена Данова из Соры и Астаола шестьсот мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом Кориаф и Ариме в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кориаф и Арима. Оттуда отправились на гору Ефремова и пришли к дому Михи. И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим, знаете ли, что в одном из домов сихи есть Ефот, Терафим и Стукан и Литой Кумир. Итак, подумайте, что сделать. И зашли туда и вошли в дом молодого Левита, в дом Михи и приветствовали его. А шестьсот человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли Естукан и Ефот и Терафим и Литой Кумир. Священник стоял у ворот с теми шестистами человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли Естукан и Ефот и Терафим и Литой Кумир, священник сказал им, что вы делаете? Они сказали молчи, положи руку твою на уста твою и иди с нами быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевым. Священник обрадовался и взял Ефот и Терафим и Литой Кумир и пошел с народом. Они обратились и пошли и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, Миха и жители домов, соседних с домом Михи, собрались и погнали за сынами Дана и кричали сынам Дана. Михи, что тебе, что ты так кричишь? Миха сказал, вы взяли богов моих, которых я сделал из священника и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе? Сыны Данова сказали ему, молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое. И пошли сыны Данова путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Данова взяли то, что сделал Миха и священника, который был у него, и пошли в Лоис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, то близ Беф-Рехова, и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана сына Израилева, а прежде имя городу было тому Лоис. И поставили у себя сыны Дановы и Стукан, и Анафан же сын Герсона, сына Монассии. Сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли и имели у себя и Стукан, сделанный Михою во все в то время, когда дом Божий находился в селоме. Судей глава 19 В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремови. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там четыре месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его отец молодой женщины. И пробыл он у нее три дня. Они ели и пили и ночевали там. В четвертый день встали они рано и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему, подкрепи сердце твое куском хлеба и потом пойдете. Они остались и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому, останься еще на ночь и пусть повеселится сердце твое. Человек тот встал было, чтобы идти. Но тесть его просил его, и он опять ночевал там. На пятый день встал он по утру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той, подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день. И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтобы идти, и сам он наложница его и слуга его. И здесь, пусть повеселится сердце твое, завтра пораньше встанете в путь ваш, и пойдешь в дом твой. Но муж не согласился ночевать. Встал и пошел и пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навюченных ослов, и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему, зайдем ему, нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но пойдем до Гивы. И сказал слуге своему, дойдем до одного из сих мест, и ночуем в Гиве или в Раме. И пошли. И шли, и закатилось солнце под Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером, он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он поднял глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик, куда идешь и откуда ты пришел? Он сказал ему, мы идем из Ифлеема Иудейского горе Ефремовы. Откуда я? Я ходил Ифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабов твоей, для всего слуги, есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка. Старик сказал ему, будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице. И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердце свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику хозяину дома, выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Хозяин дома вышел к ним и сказал им, нет братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия, вот у меня дочь девицы и у него наложница, выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком с ним не делайте этого безумия, но они не хотели слушать его, тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу, они познали ее и ругались надея всю ночь до утра и отпустили ее при появлении зари, и пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека у которого был господин ее и лежала до света господин ее встал поутру отворил двери дома и вошел чтобы идти вышел чтобы идти в путь свой и вот наложница его лежит у дверей дома и рука ее на пороге он сказал ей вставай пойдем но ответа не было потому что она умерла он положил ее на осла встал и пошел в свое место придя в дом свой взял нож и взял наложницу свою разрезал ее под членом ее на двенадцать частей и послал во все пределы израилева всякий видевши это говорил не бывало и не видно было подобного сему а дня из шести сынов израилевых из земли египетской до сего дня посланным же от себя людям он дал приказание и сказал так говорите всему израиле бывало ли когда подобное сему обратите внимание на это посоветуйтесь и скажите судей глава двадцатая и вышли все сыны израилева и собралось все общество как один человек когда надо версавии земля галацкая пред господа в массив и собрались пред господа начальники всего народа все колено израилева в собрание народа божия четыреста тысяч пеших обнажающих меч и сыны Вениаминовы услышали что сыны израилев пришли в массив и сказали сыны израилев скажите как происходило это зло левит муж он и убитой женщины отвечал и сказал я с наложницей моей пришел ночевать в Гиву Вениаминову и восстали на меня жители Гивы и окружили за меня дом ночью меня намеревались убить и наложницу мою замучили надругавшись над нею так что она умерла я взял наложницу мою разрезал ее и послал ее во все области владения израилю ибо они сделали беззаконие и срамное дело в израиле вот все вы сыны израилев рассмотрите это дело и решите здесь и восстал весь народ как один человек и сказал не пойдем никто в шатер свой и не возвратимся никто в дом свой и вот что мы сделаем ныне с Гивою пойдем на нее по жеребию и возьмем по десяти человек из ста от всех колен израилю по сто тысячи и по тысячи от тьмы чтобы они принеслись ясных припасов для народа который пойдет против Гивы Вениаминовой наказать ее за срамное дело которое она сделала в Израиле и собрали все израильтяне против города единодушны как один человек и поставили колено Израилю у вас колено Вениаминов сказать какое это гнусное дело сделано у вас выдайте развращенных он их людей которые в Гиве мы умертвим их и искореним зло из Израиля но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих сынов Израилевых а собрали сыны Вениаминовы из городов в Гиву чтобы пойти войной против сынов Израилевых и насчиталось в тот день сынов Вениаминовых собравшихся из городов 26 тысяч человек обнажающих меч кроме того из жителей Гивы насчитано 700 отборных из всего народа сего было 700 человек отборных которые были левши и все сии бросая из прощей камни в волос не бросали мимо Израильтян же кроме сынов Вениаминов насчиталось 400 тысяч человек обнажающих меч все они были способны к войне и встали и пошли в дом Божий и вопрошали Бога и сказали сыны Израилевы кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина и сказал Господь Иуда пойдет впереди и встали сыны Израилеву поутру и расположили станом подли Гивы и выступили израильтяне на войну против Вениамина и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы и вышли сыны Вениаминовы из Гивы. И положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа, вступать ли еще мне в сражение с сынами Вениамина, брата моего? Господь сказал, идите против него. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день. И еще положили на земли сыновы Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и сидя там, плакали перед Господом. И постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковщик Завета Божия находился там. И Финеес, сын Ильязара, сына Ааронова, предстояв пред ним, выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? Господь сказал, идите, я завтра придам его в руки ваши. И поставил Израиль в засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилева на сыновь Вениамина в третий день, и стали в боевой порядок перед Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города, и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве, полем. И убили до тридцати человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы, они падают перед нами, как и прежде. А сыны Израилевы сказали, побежим от них и отвлечем их от города на дороге. И сделали так. И все израильтяне встали с своего места и выстроились в Алфамаре. И засада Израиля устремилась от своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву десять тысяч человек отборных из всего Израиля. И началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами. И положили в тот день израильтяне и сынов Вениамина двадцать пять тысяч сто человек, обнажавших меч. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина. Ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили засаду условленным знаком к нападению, поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать, и поверг израильтян до тридцати человек, и говорил, опять падают они пред нами, как и в прежнем сражении. Тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но Сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Минухи, и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина 18 тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся обратились и побежали к пустыне, к скале Римону. И побили еще израильтяне на дорогах 5 тысяч человек, и гнались за ними до Гидома, и еще убили из них 2 тысячи человек. Всех же сынов Вениаминовых, павших в тот день, было 25 тысяч человек, обнажавших меч, и все они были мужесильные. И обратились оставшиеся и убежали в пустыню, к скале Римону, 600 человек. И оставались там, в каменной горе Римоне, 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым, и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось во всех городах. И все, находившиеся на пути города, сожгли огнем. Судей, глава 21. И поклялись израильтяне в массив, и говоря, никто из нас не отдаст дочери своей сына Вениаминов за мужество. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера перед Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. И сказали, Господи Божий Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена. На другое встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли все сожжения и мирные жертвы. И сказали сына Израилева, кто не приходил в собрание пред Господа и всех колен Израилевых. Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в массиву. И сказано было, что те преданы будут смерти. И жалили сыны Израилю над Вениамином братом своим, и сказали, ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших? И сказали, нет ли кого из колена Израилева, кто не приходил пред Господа в массиву? И оказалось из Иависа Галаадского. Никто не приходил пред Господа встанно на собрание. И осмотрев народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество двенадцать тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря, идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом и женщин и детей. И вот что сделайте? Всякому мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужеское, предайте заклятию, а девиз оставляйте в живых. И сделали так. И нашли они между жителями Иависа Галаадского четыреста девиц, не познавших ложе мужеского, и привели их в стан селом, что в земле Хананской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммона, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина к израильтянам. И дали им израильтяне жён, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского. Но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Идраилевых. И сказали старейшину общества, «Что нам делать с оставшимися касательно жён, ибо истреблённая женщина у Вениамина?» И сказали «Наследственная земля пусть остаётся усылевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезла колена от Израиля. Но мы не можем дать им жён из дочерей наших, ибо сыны Израилю поклялись, говоря проклятую дать жену Вениамину». И сказали «Каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля, и на восток от дороги, ведущий от Вифиля в Сихим, и на юг от Леноны. И приказались нам Вениаминами и сказали «Пойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы селомские, пристать в хороводах, когда выйдете из виноградников, и схватите себе каждую жену из девиц селомских, и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их, или братья их, с жалобою к нам, мы скажем им «Простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны». Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, возвратились в удел свой, построили города и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. В те дни не было у царя в Израиле, каждый делал то, что ему казалось справедливым.